Привет! Решил поговорить о ситуации с абонементами на матче Воронежского факела. Ну, вчера в 11 часов начали продавать абонементы на игры факел, на первый круг, на домашний. И, соответственно, уже они раскуплены оказались. Да, конечно, очень всё это удивительно было. Я сам пытался несколько часов купить абонементы. Сайт ВИЗ это просто кошмар был. Просто я и в один спробовал где-то на протяжении минут 40-45. Потом плюнул на это дело через час, пробовал сайт ВИЗ. И купить я смог только уже после обеда. Вот так вот. И то я хотел там, думал или на востоку, или на центр купить, да. А в итоге я купил на юг. На южную трибуну только получилось купить. Потому что когда я нажимал на билеты, да, там, или писали билет только что купили, или, соответственно, что проблемы с сервером, там что-то перезайдите и попробуйте. Ну, что-то в этом роде. Ну, ситуация, конечно, идиотская на самом деле. Я всё-таки считаю, что если вы там хотите абонементы, да, я считаю, что там хотя бы половину абонементов в кассе, например, да, можно продавать, а половину, да, на сайте, и тогда всё бы это было гораздо проще. А так, знаете, люди, например, там, пенсионеры какие-нибудь, да, захотят там, например, да, купить абонемент. А у них не получится, потому что нужно через интернет покупать. Ну, как это? Это неправильно, я считаю. Это просто, знаете, как-то, ну, не по-людски сделано на самом деле. И сайт ёкнулся прямо сразу. И не работал практически очень долго. Такое, знаете, впечатление, что сайт работал только для перекупов. У меня вот такое вот чувство на самом деле. Потому что невозможно было практически купить. Я не знаю, как я купил, урвал на юг. Там абонемент, получается, он 2 670 стоит на 9 матчей. То есть цены на абонементы, на билеты подорожали. Причём подорожали достаточно прилично. Чуть ли там не в полтора раза подорожали они. Так что футбол тоже дорогим становится. Ну, потому что ажиотаж большой, поэтому и берут. А так, конечно, это всё квест был какой-то с покупкой билетов, абонементов на самом деле. И многие там жаловались, да, в интернете, там, в соцсетях насчёт того, что не получается купить. И по большому счёту тут это всё неправильно, на мой взгляд. Ну, вот как-то так. Вот такая вот ситуация. Ситуация дебильная, конечно. И в Телеграме тоже писали об этом. Там некоторые блогеры. Ну, в общем, вот так вот. Так что, я думаю, что, скорее всего, с большой долей вероятности будет у нас очень много, скажем так, перекупов. Потому что многие, наверное, кто хотел, не купили в итоге. Ну, всем, ребят, удачи. Что хотел высказать, всем пока. Продолжение следует...